Жуют себе, понятное дело, и поляки, и венгрии, и все остальные, кто сможет, какие-то части. А оставшаяся часть Украины, она будет фронтиром, она будет в таком постоянно нестабильном положении. То есть ни мира, ни войны. Причем вот все, что я говорил еще год назад, три года назад, которые потом нам рассказывали про свободолюбивую борьбу украинского народа, сейчас уже все, все арестовичи, вон гордоны вышли, все повторяют. Посмотрите, один к одному, то, что я говорю, как в начале спецоперации, так и еще гораздо раньше, еще после Крымских садов. Но пели песни, по ушам ездили, а сейчас уже все, вот оно дело сделано, можно и правду рассказать. Поставку танков в Украине, если конфликт морозит, зачем подпитывать его танками? Мобилизация в Украине массовая тоже. Продолжают, на самом деле, утилизировать часть украинского населения, продолжают кошмарить украинцев, продолжают отбирать у них собственность до конца, то есть все еще не распределено. Ну и главное, что Украина, это оставшаяся часть Украины, это территория фронтира, то есть вот отживали уже кусок русские, ну россияне, там, не знаю, русские, в кавычках, понятное дело, которые друг друга не обманули, да, под новую хазарию, отжуют себе, и понятное дело, и поляки, и венгрии, и все остальные, кто сможет какие-то части. А оставшаяся часть Украины, она будет фронтиром, она будет вот в таком постоянно нестабильном положении. То есть ни мира, ни войны. Причем вот все, что я говорил еще там год назад, три года назад, да, которые потом нам рассказывали про свободолюбивую борьбу украинского народа, про свободолюбивую борьбу украинского народа, сейчас уже все, все арестовичи, вон Гордоны вышли, все повторяют, посмотрите, один к одному, то, что я говорю, как в начале спецоперации, так и еще гораздо раньше, еще после Крымской Союзи. Но пели песни, по ушам ездили, сейчас уже все, вот оно дело сделано, можно и правду рассказать. Такие, чуть плохую слову, пройти потом.